Наша пресс-конференция по проведению ядового федендракта сочинения. В чем заключается, сколько людей вы хотите собрать, вырученные деньги куда потратить. Юлия Середа, президент, лабораторительного фонда «Дети солнца» и Жанна Мухиенко, коронавирусом «Ядового». Добрый день. Начнем с того, что так сложилось в нашей стране, что дети с особыми потребностями относятся к дискриминируемой группе населения. Поэтому наш фонд достаточно молодой, членами нашего фонда являются сами мамы, родители, специалисты детей с особыми населением развития. И мы активно занимаемся интеграцией и в социум, проводим мероприятия. И, собственно, выбрали такого направления мероприятия, как ярмарка, чтобы привлечь как можно больше людей, не только области, а и города, поучаствовать, помочь нам, помочь детям. Все собранные средства пойдут на создание центра реабилитации при городской 5-й больнице в отделении психиатрического стационара. Это проект нашего фонда. Мы активно его реализовываем. Собственно, участники, партнеры, спонсоры соберутся со всего города Нехады и области. Это впервые. Такое мероприятие пройдет в Песочине. Мы рассчитываем, что мы дойдем до уровня Сорочинской ярмарки. Нам соорганизаторами являются Песочинская гражданская организация «Альтернатива». Ребята тоже активно подключились. Они проводят мероприятия в Песочине. И почему бы нет, общая цель помочь детям. Хочу Жанночке дать слово. Она подробнее расскажет о ярмарке, что там будет представлено. Здравствуйте. Меня зовут Жанна. Основная цель уже понятна. Это сбор средств для детей. Мы нашли достаточное количество партнеров. Но мы на этом не останавливаемся. У нас еще есть две недельки. Основными партнерами у нас являются служба доставки «Новая почта». Спортивный тренажерный зал «Рекорд», который проведет мастер-классы. У нас будет фотосессия детская в украинском стиле. У нас будут байдарки. И у нас будут проводиться детские мастер-классы. Мы пригласили Центр развития коррекции речи «Лалио», который будет в игровой форме, сможет обследовать детей, помочь родителям за бесплатной консультацией логопеда, психолога. Также у нас будут школы визажа и стиля, ногтевой эстетики. Девочки принимают очень активное участие, потому что нам нужно еще развивать и молодежь, подключать их к развитию в правильном направлении. Потом у нас еще будет клуб «Альтернатива и досуга», который нам делает канатный городок, так сказать, чтобы могли дети покататься. Еще мы планируем провести шоу песочной анимации. Сюжет, история о проблеме. Это все будет социальное правление. Ну, собственно, я уже сказала, участники собираются, те, которые будут реализовывать свои товары хозяйственного, бытового, пищевого и сувенирного направления. Со всего города и области. Мы даже не ожидали такого фурора, потому что сейчас как раз попала ярмарка Сорочинская и в Хатубе тоже ярмарка. Но мы нуждаемся в медиа и фото партнера, информационной поддержке. Это всегда есть и будет. Поэтому и предлагаем стать партнерами, спонсорами нашего мероприятия, предприятия, организации. Кто захочет изъявить желание, поможет детям. Потому что все деньги пойдут на центр реабилитации. Есть вопросы? А я хотела запитать, почему конкретно сейчас появляется дискриминация и деться, где же они в жизни? В том, что все права, которые у них есть, они написаны только на бумаге. Вся ответственность, естественно, на родителях, помощь, да, от государства она есть, какая-то материальная, минимальная. То, что может нам государство предоставить в плане реабилитации, недостаточно, не хватает для того, чтобы вывести детей на тот уровень, чтобы они могли контактировать с детьми, так сказать, без особенностей. Вот, поэтому, а то, что может вывести на уровень, это стоит больших денег. И не в каждой семье есть возможность возить ребенка в центр, в частный. И, ну, и тем более, у нас, мы будем брать Харьков, просто в Украине, очень мало центров, которые именно работают по европейским методикам, вот, уровня, так сказать, Европы. Вот, потому что здесь проблема еще в чем? Проблема психического уровня, так сказать, и социума. Потому что общество не готово принять этих детей. Мы все их жалеем, мы все смотрим на них, мы, да, нам жалко, но мы не готовы даже своего ребенка вкусить на детскую площадку, поиграть с ребенком, допустим, у которого там синдром дауна, или у которого аутизм. Потому что мы почему-то боимся. А чего мы боимся? Это не переходит через воздух. Вот в плане общества, вот это, вот здесь нужно, наверное, реабилитацию проводить. Социализацию. Да, проводить в обществе, потому что мы столкнулись, как родители, вот, и специалисты, с тем, что не готово общество, мы даже вывести на детскую площадку ребенка не можем, не то, что там это реабилитация, то и, опять же, частные садики, или, то есть, государственные, неважно, но те, которые по специализации идут, вот, они, ну, не готовы предоставить нам помощь. Вот, вот, а детей можно восстанавливать. Методики есть, и мы работаем, и остальные фонды работают, которые занимаются людьми. Поэтому здесь нужно действовать. Есть еще вопрос. У меня тогда вопрос, скажите, где в Песочине точную дату, когда произойдет диалог, и что нужно для того, чтобы у нее получилась спать? Песочин, извиняюсь. Происходить это все будет в Песочине на территории центра Мобиль, вот, 29 августа. Продолжительное сообщение, это район Мобиль, Песочин, 29 августа, начало 30.00, это лесополоса, оздоровительный комплекс, так сказать, там есть, возле реки Приды. Что нужно для того, чтобы поучаствовать? Для того, чтобы поучаствовать, нужно связаться с нами, мы зарегистрируем участников и расскажем о том, что нужно еще конкретно, о правилах, условиях. Как с вами связаться? Мой номер 097-965-54-71. А мой номер 067-651-89. Можно звонить в любое время суток. Мы готовы, мы работаем днем и ночью, так сказать. Мы готовы, чтобы все получилось, и помощь, на которую вы рассчитываете, была? Да. На самом деле, просто из-за того, что это первый раз, переживаем, ну, мы соберемся и достигнем поставленной цели, так сказать. Дело, что переживание компенсируется в результате. Ну, да. Спасибо большое. Спасибо.